покупочный велосипед стоил 2000 рублей это еще не все и как ты видишь из-за чего его купил собственно у него есть диск для дисковых тормозов абсолютно ржавый велосипед мне не нравится цвет год выпуска 2004 вот она рама сколько она весит вот какая каретка там стояла как на нее смотрит другой стороны такая же стояла но вообще от нее там практически ничего не осталось и каретку не знаю что за бренд такой тендж 899 вот это блинчик так за 100 в общем полторы тысячи это со скидкой так она стоит около трех косарей так и цепь с римовская шло это 4 ты посмотрев что вот так вот ездить с рим x5 все настоящие из британии никаких там алиэкспрессов при том что она спортивная удобная форма она довольно мягкая упругая жесткая жесткая упруга и в то же время мягкая на нем будет очень круто сидеть и очень удобно гонять и посылка вот такой вот обод китайский от озона цовка такая ну вот он тут он двойно и шамановская тул какой идет класс шамана и шамана ничего особенного пробочки все узнаваемо до 6 спит послушал чуваков в магазине на 36 спит к сожалению вот у меня вот хватило ума надо было на 32 покупать поэтому сейчас будут большие проблемы с ободом да есть у меня один кривой обод пистонированный но очень плохой придется ставить на него такая аллюзия по кларксом тут написано там внутри и как ими тормозить и меня нет вообще не я ни разу не пользовался не пробовал что такое гидравлика я понятия не имею на матовая она впитывает свет поэтому нормально и не снимешь засыхать прямо сразу вот если какие то есть прям царапинки там что-то это заранее надо замазывать все начать рама карбон задний амортизатор 27 скоростей везет кому-то бешеных бабок стоит из того что было родного осталось только рама подножка не по моему вынос давай с переднего колеса ночью значит переднее колесо шина кенда обод тоже у меня был но кривой выпрямил его он двойной пистонированный все нормально спицы вался и только шимана обзор был меньше вилка вилка с велик который я нашел выброшенный велик и все что с него снял вилка еще там кое-какие мелкие детали тоже накрашенная но такая вилка как вилка кстати она блокируется если тут хомутик из фикс прайса типа наклеечки светоотражающих крышечки все все показывается с алика вот эта крышка болта родной алюминиевые все алюминиевая вынос по моему родной могу ошибаться велокомпьютер с алиэкспресс принципе нормальный звоночек с алиэкспресс так что у нас грипсы и спорт мастера помпу 600 рублей с других гриппс грипп стоп чеки красненькие черные я решил так замариновать чтобы здесь был черный здесь был красный заглушки с алиэкспресс металлические ну как алюминиевые сюда подошли хорошо на алюминиевые роли они отлично так более менее подходят на металлический руль хрен ставишь тормоза clark's гидравлика и резиновые силиконовые ручки здесь вот ну кто же с алиэкспресс крепление для фонарика с алиэкспресс переключатель с рем x5 один из них какой-то был бушный один с магазина бутылочка красивая со спорт мастера вот такая вот просто черно-красный это цвет самого велика также тормоза clark's гидравлика шимановская втулка класс dior как передняя так и вторая это передняя так и задняя так что у нас внутри так обод пистонированной двойной все как положено фонарик с голомарта chain reaction ли как он называется штырь алюминиевый столбоснословый веник но со скидкой вышел как обычный штырь за 700 рублей также по дешевке взял кресло аспект педали крутится как видишь шикарно иллюзия съемных шипов шипы несъемные но педали алюминиевые легкие там шатун со звездочкой это шума шимана по моему а altus с рем x7 передний переключатель он 9 скоростной 33 на 9 короче цепочка с рем с рем тоже на 9 тоже со скидкой с рем x5 задний переключатель вот такой вот просто волшебный за защита из спортмастера обычный какого там сры стерн стерновские защита неплохая алюминиевая как видишь поставил на один так как тут крепления по нее нет но на один она главное чтобы нигде никак ну то есть и она должна защищать задний переклюк все то что она на на один был прикручена ничего страшного так и она тоже покрашена тот же цвет что и рама что еще звездочка задний виде скоростная с рем великолепная волшебная просто в обычном веломагазине какой-то китайский не знаю или может хороший крепление поставил я не стал ставить это полтора школы в жопу велик мой езжу на нем я отрегулировал один раз и все чтобы не всю всю эту красоту никто не спер как минимум и опять же вот эти вот крепления меня задолбали обычные которые наш такие крепятся я просто вот эту вот херню затягиваю на два болта желательно на два брать вот затягиваешь сильно-сильно и крест левой тормоза они были очень длинными и мне их пришлось укорачивать тормозные диски шли в комплекте роторы да это просто вот это вот просто сюда вставил это называется для номерных знаков катафоты дешевые да еще и в коробочке сзади тоже сзади катафоты поставил и здесь была мысль поставить ну типа таких фонариков да и сюда ночью-то передумал как-то их ставил ставил в общем рубашки крепкие надежные красивые классные с алиэкспресс то есть помощь значит на алиэкспресс покупались вот эти вот штучки не знаю как называется туннельчики такие вот он он крепится казалось бы ненадежно я прям не знал что делать как бы ну ладно приклеил да и они держатся очень крепко я не знаю какой там клей используется но прям хрен от дерешь вот здесь же для гидравлики вот такие вот штучки с алиэкспресс просто вот сюда у нас должно вставляться тормоз да вот как здесь вот такие вот кстати концевички вот эти тоже с алиэкспресс черные там у меня есть красный на поставил черный чтобы было прикольно красный черный красный черный вообще красного нужно немножко поменьше все таки использовать чтобы все было красиво вот такие вот переходнички то есть мы вставляем сюда вот такую штучку затягиваем и аккуратненько и здесь уже пускаем гидролинию вот здесь тоже тоннельчик и все и гидравлика у нас пришла подножка дурацкая мне она не нравится за такие подножки не знаю она отвратительная и она очень тяжелая сожалению я хотел что подножку купить спортмастере такой вот который крепится вот так на треугольник и у нее вот эта часть еще снимается можно было на на одно перо сделать подножку ничего страшного не случилось бы просто ставишь и держится велик на одном пере просто я не знаю одну он не настолько тяжелый кстати велик легкий и здесь еще собирается грязь это мне тоже не нравится наверно подножку вообще сниму опять же он будет весить меньше но как его ставить вот сейчас я обзор снимаю как бы его поставил какую-то палочку искать заборок короче бред кстати крепление для бутылки это стерн ты спорт мастера дешевая нормальная но хуже чем были раньше сожалению не такой надежный но зато легче чем раньше она крашеным тоже покрасил той же краской тем же способом и внимание матовый велик матовая рама все это матово дико собирает пыль вот вроде все нам еще тут рубашечки видишь какие симпатичные концевички с надписями черненькие у меня детство прошло восьмидесятые девяностые у меня до сих пор особое отношение ко всем ко всему на чем есть надпись на латинскими буквами но как-то вот так а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok